Старший инвестор отделения, подсудимый Матвичоку, давал таблетки определенным образом, откусывая, например, половину, или давала просроченные препараты. Поэтому я спрашиваю у свидетеля Горальса, вам известны вот такие факты? Не буду придумывать, потому что... Сдаюсь. Естественно, тут уж куда деваться. Ясно. В принципе, это и все. Этого сейчас боятся сотрудники, которые являются свидетелями проголовника? Второй до смерти не было бы, точно. Я уже сбился со счета. Ну, давайте про климат расскажем. Вот медсестры работали на ставку или больше? Сколько больше? До полутора ставок примерно. За месяц годовую норму выработал. До полутора ставок? Ну, в районе этого, плюс-минус. Нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. Нагрузка увеличилась? Практически нет. Что привело к самоубийству. Это делается специально для того, чтобы без объявления в *** поддерживать трудовую дисциплину и контролировать ее. Ко мне доступ есть любого сотрудника, любого подразделения. Для всех. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста, к народу. А как он вышел-то? Через окно? Спонтанно, периодически, естественно, нормальная реакция. Масса проверок. Периодически в автономном режиме все проверки априори заканчиваются выявлением нарушений. Все факты не нашли подтверждения. Ни к чему. Это внутреннее дело лечебного учреждения. Это и не было целюнки. Бывает. Здравствуйте, спасибо, присаживайтесь. Свидетелей поделывов не имеется в зале судебного заседания? Нет. Вы у нас в свидетель не проходите? Нет, слушайте. Угу, благодарю. Соборский городской суд продолжает судебное заседание. Просмотрим уголовного дела в отношении Матальчук, как у меня сообщили, что принялись в пандемии на части 1-го сети 50-го главного круга с Российской Федерации. На главном судебном судебном заседании судебном заседании. Судебном заседании. Итак, добавляйте заявки лица, которые должны участвовать в судебном заседании. Пожалуйста. Пошите в судебном заседании. Испоставший мобильник, помощник прокурорного конкурса Суга-Толичинска, потерпевший кашмотамбета, представитель четверпевшего укротова, подсудимого на крючок, защитник Аглака Чукчук. Кроме того, в судебном заседании явились свидетели Горась и Птицына. Благодарю. Итак, напомню, что дело рассматривается в прежнем составе суда. Итак, Государственная Дмитрия, вам слово. Можете предлагать начать с допроса свидетеля Горась. Благодарю. Пожалуйста, потерпевши ваше мнение. Без возражения. Без возражения. Подсудимое. Защитимое. Благодарю. С учетом мнения здорового, постановление на месте, будем следить в допросе свидетеля Горась. Какое мнение в заседании? Здравствуйте. Вы не можете верхнюю одежду и вещи по скамейке оставить. Итак, вы допрашиваете с качества свидетеля по данному полному делу в отношении Матвичу Польки Владимировна обвиняясь в совершении преступления президента Горась. Восстанавливается Маши личность. Назвите, пожалуйста, немножко у меня и мелочи. Дата месяц рождения. Горась. Дата месяц рождения. Зарегистрируемый проживатель по коматрицам. Благодарю. Итак, гражданство ваше. Место работы. Бюджетное учреждение Хантома-Массийского округа игры. Фургутская клиническая травматологическая больница. Должность. Главный врач. Образование. Судимость имеется. Итак, ваше личность установлена на полпаспорт, у нас не ваше право и обязанности предусмотрены статьей 51 в институте сельскохозяйственных обязанностей, где действует сельскохозяйственного социального сельскохозяйственного сельскохозяйственного, который предъявляет ве реальным законам. Ваше право и обязанности поняты? Да. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы Матвичук и Ташмагамбетова? То есть потерпевшего у нас и подсудимая. Вот потерпевший. Потерпевшего, так скажем, практически заочно. Аж лично мы с ним не знакомились. С подсудимой? Знаком, конечно. Ростные отношения у вас имеются или между указанными лицами? Нет. У вас были не в родственных отношениях состоите? Не состоите. Непривязненные отношения имеются? Нет. В таком случае предупреждаю, что за задачу, за этого нужно показания, за заказы, за дачу показания, все дети внести ответственность в соответствии со статентом 37-38 уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность вам понятно? Да. Будьте добры, перед вами подписка. Заполните, пожалуйста, ее. Фамилия, имя, имя, и ваша попись. Будьте добры, передайте, пожалуйста. Итак, подписка, извините, я за помню, если вам не обиду, пожалуйста, у вас. А, Василий, что вы знаете, в чем вы это делали, в связи с чем вам знакомы? В связи с тем, что мы работаем в одном учреждении, в связи с тем, что мне приходилось с ней часто встречаться по работе, в связи с тем, что она является, хоть и не непосредственно, но является моей подчиненной, поэтому мне доходилось с ней встречаться по рабочему вопросу. А в настоящее время является наша подчиненная? Нет. В настоящее время нет, да? Нет. Но работала в вашем учебном бюджетном учреждении, да? Под вашим руководством. Скажите, как ты можешь ее охоте призвать, как сотрудника? Могу охарактеризовать, как профессионала, как сотрудника очень ответственного, исполнительного, надежного. Несколько я помню, никаких нареканий, экзасканий в адрес за время работы в учреждении не было. А долго наработал в этом учреждении? Если я правильно помню, то больше меня. Раньше, чем у меня было? Совершенно. А какая у меня была должность? Старшая медицинская сестра, отделение реанимации анестезиологии номер два. Как человека, вы отлично сможете как-то его охоте призвать? Было какое-то у вас неформальное общение или как-то? Неформального общения не было. А охоте призвать можете? Ну, ту характеристику, которую я дал, она и соответствует очень желткой. Скажите, на крючок поступали ли в 2021 году какие-либо жалобы, претензии от коллектива от сотрудников в ваш адресе? Один-единственный раз анонимная жалоба. Можете я вам сказать более подробно, когда это было, что за жалоба, как последило содержание? В октябре месяце я получил по почте письмо на мое имя, где было указано, что в коллективе старшая медсестра дословно не буду, не могу сказать, потому что, не помню, это было давно, но примерно суть такова, что составляется неудобный график, что грубое в общении, что создаёт какие-то сложности в работе. Письмо было отправлено с адреса какой-то юридической пещеры. Я не помню. Были подписи на этом весне? Нет, автограф не был. Анонимная была? Анонимная была. Какие ваши действия при получении данного весна были? Я дал распоряжение создать группу рабочую и провести анкетирование всех сотрудников этого отделения указанного, среднего младшего персонала. Скажите, кто входил в данную группу, кто занимался проверкой, помните? Сотрудники юридического отдела, кадрового, то есть отдела кадров и профсоюз. Проверка была проведена, какие результаты? Результаты, практически все факты, там не нашли подтверждения в этом анкетировании. По итогам анкетирования? Да. А помимо анкетирования, какая работа была проведена? Вам известно? Может лично, действительно, ещё что-то? Ну, лично я с сотрудниками не беседовал. Сотрудники, которые в группе стояли, они проводили анкетирование? Они проводили анкетирование, да. Там отражались все вопросы, которые поставили в анкете. Скажите, пожалуйста, вам было известно, кто автор данного весна? Нет. В настоящее время известно? Ну, предполагается, насколько мне известно. Во всяком случае, какого-то официального подтверждения я не получал. Ну, в курсе, или официального? Официального, если я правильно помню, ООО «Гарант». Ну, а кто из сотрудников? Вам известно? Нет. Вам известно? Это и не было целью анкетирования. Ну, вот следующий вопрос. Это и не было целью этого анкетирования. А какая это цель? Это, на самом деле, выяснить, какова обстановка в этом отделении. На самом деле, все указанные факты были перепроверены. По поводу графиков еще раз проверили кадровики и экономисты, те, которые непосредственно составляют, ну, в смысле, не составляют, а проверяют, утверждают, вернее, утверждают явно, дают мне на утверждение все эти графики. Вот. И в результате этого анкетирования, проведенной этой работы, мы издали распоряжение о том, чтобы еще раз усилить контроль за составлением графиков, учитывая все пожелания и возможности какие-то более удобного расположения работы в этом графике. То есть только за один месяц, август, Альжан была перевышена допустимая годовая норма переработки. В год максимум 120, а она переработала в 122 часа аж. За месяц годовую норму выработал. 200 норм к смену! 200! Что привело к самоубийству. Там какие-то, ну, типа мелкие проблемы с графиками. В принципе, это и все. В поводу вот какого-то отношения на плечу, какого-то неинкредиатова, возможно, проведилась там часть этой проверки? Да, мы направили туда это отделение медицинского психолога, нашего сотрудника, для того, чтобы пообщаться внутри коллектива, пояснять какие-то возможные конфликтные ситуации. Потому что, в принципе, там несколько сотрудников, два или три, я точно не помню. В этой анкете указывали, что периодически возникают какие-то такие рабочие конфликтные ситуации. А когда был психолог работал в данном отделении? Не могу сказать, сейчас не помню. Потому что тут в эту всю цепь событий появилось новое обстоятельство, которое чуть-чуть перевернуло вообще все представление. О чем вы сейчас говорите? О факте самоубийства. О факте самоубийства. О факте самоубийства. А психолог работал в отделении то или после? После. Потому что, если я правильно помню, если вы мне напомните, это какого числа случилось? 21-го. 21-го. Вот примерно, по-моему, 21-го мне как раз комиссия должна была, и 21-й представила результаты. по анкетинам. Ну, в смысле, анализом. Ну, так же. Вот один заправок, да? Да. Да. Ну, не то, что… Ну да. Получается, со второй. И уже после этого работать по психологу там была? Ну, естественно, тут уж куда деваться. Ясно. Скажите, надеюсь, я не отвечу. До выступления данного обращения, данные жалобы, как называете, были какие-то жалобы? Да. Ну, вы мне задавали этот вопрос. Слушай, ко мне не поступало. Жалобы сюда, да? Нет. А после смерти нашим кабинетом, погнуть в коробок, что еще какие работы произойдут? Ну, проверки, проверки они… Я уже сбился со счета. Он связан с… В том числе. Угу. А что за проверки можете пояснить? Какие-то факты подтверждались? Какие-то… Ну, что-то отводили, где-то уже… Ну, одна из проверок вот эта, которая сейчас разбирается с ним. Ну, это уголовное производство, немножко другое. А именно, может, департамент… Департамента. В том числе департамента. В том числе департамента. Угу. Ну, множество этого мы его проверили. Множество проверили. Множество проверили. Они крокортизируют все. Скажите, вы любите ли, если в случае… Нет, давайте так… Вы знали, что письмо написали нашим кабинетом? Нет. Не знаю. А вы беседовали с Арташем Горбитовым Айджаном. Вызвали ли его беседы? Нет. Вы давали такие поручения кому-то из юридического тела, камер, либо других подразделений и служащих, которые работают в вас в случае шаги? Нет. Не давали? Не давали. Нет. 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 В зависимости от сезона. в прямую связь какую-то с ковидом, потому что мы не работали в ковидаре. У нас режим был другой. Скажите, вы графики вообще проверяете у медицинских сестер? Да. Вы их утверждаете? Я их утверждаю. Утверждаете вы? Я их утверждаю. Скажите, вы как главный врач, насколько информированы были, что происходит в отделении ЯХ и конкретно в отделении, где произошел этот инцидент? Этот инцидент какой? Самопис. Еще раз уточните вопрос. Скажите, насколько вы информированы о состоянии дел в отделении, конкретно в отделении реаниматологии и анестезиологии? Каких дел? Дел там много. Каких дел конкретно? Ну, давайте психологического климата. Наверное, психологический климат как раз и подразумевает наличие или отсутствие каких-либо жалоб. Вот расскажите нам, какой был климат в этом отделении до жалобы? До меня сведений каких-то либо отклонениях в климате никаких не поступало. Скажите, а кто вам вообще докладывает о ситуации в каждом отделении? От кого вы получаете информацию? Ко мне доступ есть любого сотрудника, любого подразделения. В том числе и среднего медперсонала? Среднего, младшего, прочего, докторов администрации. Для всех. Горазец на месте? Нет. Я же вам сказала, его нету. Он здесь, он здесь дома сбежал. А вы что? Я тут час уже сижу, никого не было бы. Там нет никого. Ну честно. Я хеленуюсь на партбилете. Ну кричите. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите пожалуйста к народу. Главврач должен сидеть вот здесь вот, вот на этом кресле и принимать народ. Прогул. Вот могу вас поздравить, у вашего руководителя очень хорошая реакция. А как он вышел-то? Через окно? Окна свободные открываются? Ну да. Он здесь выходит? Вы его видели? Да. И мы его не видели. Да здесь, он здесь, в здании. Ну вот еще один выгляд. Для всех. Скажите, а вот вы можете с медицинской сестрой пообщаться с собой? Да. Такое бывает, что вы вызываете к себе медицинскую сестру для выяснения каких-либо обстоятельств? Крайне редко. С чем это связано? Нет необходимости. С какими ситуациями связан вызов к вам? Ну к примеру, приведите к примеру. Вот вы сказали, что да, бывает. Бывает. Например? Есть необходимость решить рабочий вопрос. Конкретно какой? Может здесь я ничего не решила? Да. Ни к чему. Это внутреннее дело лечебного учреждения. Я считаю, что относится к делу вот данный вопрос. В том числе и к доказательствам климатическим. Ну давайте про климат расскажем. Так спрашивайте. То есть вы информированы вообще, что происходит в каждом из отделений, в том числе в отделении, которым руководила старшая инвестра Матвичок? Да, конечно. Да, конечно. Скажите, к вам заведующий данного отделения обращался с какими-либо вопросами о жалобах поступивших к нему? Нет. Я обращался. Вот вы охарактеризовали подсудимого как исполнительного работника. Это что значит? Что она исполняла? Четко выполняла свои функциональные обязанности. И все. Что еще нужно? Выполнение функциональных обязанностей. Хорошо. Вы подсудимого охарактеризовали как надежного работника. Что это значит по-вашему? Выполнение функциональных обязанностей. То есть исполнительное и надежное – это все про выполнение обязанностей? Задаюсь. Скажите, а кому вы дали распоряжение провести проверку и анкетирование? В юридическом отделу, отделу кадров, профсоюз. Скажите, вы сообщали главной медсестре о поступившем письме? Да. Каким образом? Устанно. Расскажите вообще про ваши действия, когда вы получили это письмо. Дал распоряжение, создать рабочую группу, провести анкетирование. Хорошо. Вы вызвали к себе конкретного работника? Да. Кого? По Ницину Наталью, начальника юридического отдела. Дали распоряжение? Дал распоряжение. Главную медсестру в какой момент вы оповестили? Не помню. Какие-то конкретные указания выдавали на предмет чего анкетирование должно быть проведено? По фактам, изложенным в анонимке. По фактам? По фактам. Изложенным в анонимке. Вы вот эти анкеты, которые были составлены, сами видели до заполнения? Да. Утверждали как-то или просто? Нет. Не устно, не письменно? Не устно, не письменно. То есть, вы согласились с теми вопросами, которые были поставлены в анкеты? И посчитали, что они отражают ту ситуацию, которая в анонимной жалобе изложена? Да, посчитал. Скажите, вы сказали, что направили психолога в отделение, а фамилию психолога скажите? Сейчас уже это не относится к делу. Это ваш психолог? Штатный? Да, конечно. Вас много психологов подвели? Да. Кто из них был? Фамилия? Да. Проводникова? Приезжали психологи, Слава Мансийский. После этого психолога Ирина получилась чуть ли истерика, потому что психолог ее по всему почти обвинила. Она очень расстроена была. Она была в депрессию, была в депрессию после психолога. Я за Матвичок. Рисовать начали. Их на вертушку поставили. По национальности вас навят. Вертушка была очень хорошая. Она была никакая. 27 декабря повесилась Ирина. Этого сейчас боятся студники, которые являются свидетелями прохладных. Второй до смерти не было бы. Точно. После смерти Ажам, некоторые даже чуть не не плясали по коридору бегали. Все плакали, а некоторые плясали ходили. И они очень довольны. Ах, у нас было огромное, огромное. Фамилия? Да. Проводникова. Она беседы проводила до суицида или после? После. Да. Скажите, какие-то проверки были трудовой дисциплины сразу же после поступления анонимной жалобы? Да. Какие? Проверка графиков. Эта проверка была на месте в отделении или, ну вот, типа, камеральной, то есть, принесли графики, посмотрели и сделали выбор? Да. Да. Да, что? На месте в отделении? Графики. Это проверка документов. Проверка документов. На место выходили какие-нибудь уполномоченные сотрудники проверять другие какие-то факты? Нет еще. Нет еще? Еще раз говорю. До 21 октября нет. Хорошо. После 21 октября? Масса проверок. Масса проверок. Масса проверок. А вы понимаете, что того же свидетель пояснил, что проводилась масса проверок на вопрос бездорожного дисциплина? Ваша честь, я конкретно вопрос задаю. Были ли проверки сразу же после поступления именно в отделении? Я могу пояснить, почему я этот вопрос задаю? Я поясняю, что после поступления жалобы анонимной по показаниям других свидетелей сразу же комиссия выходила проверять рабочее время. Вот я спрашиваю у главного врача. Была ли такая комиссия? И считаю, что это… Вот именно по данным фактам сформулируйте. Еще раз вопрос. Скажите, была ли проверка в отделении по факту учета рабочего времени медицинских сестер? Такие проверки проводятся даже без моего распоряжения. Периодически в автономном режиме служба кадровая экономическая проходит без объявления в ***, извините, что я так выражаюсь. Это для того, чтобы именно проверить соблюдение графика и соблюдение дисциплины, как то вовремя прийти на работу, вовремя уйти и по фамилии на соответствии графика и фактически присутствующего коллектива. Это, еще раз повторю, независимо от моего либо распоряжения, либо его отсутствия. Без каких-то специальных графиков. Спонтанно, периодически. Сигнал или какой-то поступил. Либо просто это внезапная история. Это делается специально для того, чтобы поддерживать трудовую дисциплину и контролировать ее. Скажите, от чьей воли это зависело проведение проверки? Это зависит от выполнения обязанностей кадровиков и экономистов, которые в том числе контролируют рабочие графики. Вы говорили спонтанно, поэтому я спрашиваю. Я отвечаю. Кто из сотрудников? Не могу сказать не пофамильно, но, еще раз говорю, представитель юридического отдела, представитель кадров, представитель экономического отдела. Какого-то графика не было, правильно? Когда захотели, тогда пришли. Извините, ответил на данный вопрос, что это было внезапно? Не исключено, что эти сигналы тоже повлияли, естественно. Это нормальная реакция. Вы говорите, что множество было проверок. Была ли проверка депстракта, которая установила, что нарушения все-таки были в отделении? Еще ни одна проверка не установила отсутствие каких-либо нарушений. Все проверки априори заканчиваются выявлением нарушений. Была ли проверка департамента здравоохранения, которая установила нарушения вот в этом отделении после суицида? Да. Вы знакомы, да, с материалами проверки? Конечно. И еще такой вопрос. Скажите, известно ли было вам о нарушении выдачи лекарственных форм от старшей медсестры? Вопрос, скажите, пожалуйста. Ну, мы разбираем производственный конфликт и свидетели указывают на то, что старшая медсестры отделения, подсудимая Матвичукова, давала таблетки определенным образом, откусывая, например, половину или давала просроченные препараты. Поэтому я спрашиваю у свидетеля Горальса. Вам известны вот такие факты о наличии просроченных таблетированных форм? Я снимаю этот вопрос, поскольку этот вопрос может быть объяснен в других обстоятельствах в рамках другой проверки либо уголовного дела и отношения как таковых к настоящему уголовному делу не имеет. Пожалуйста, еще вопрос. Ваша честь, я возражаю на действие председательствующего в порядке статьи 243 Уголовного процессуального кодекса. Прошу занести их в протокол. У меня вопросов больше нет. Продолжение следует. Продолжение следует. Известно, нет. Нет. Оказывало ли Матвичу психологическое давление на следственницкий персонал с целью выявления автора жалобы? У меня таких сведений нет. Высказывало ли Матвичу угрозу увольнения, в том числе Ташмагамбетова? У меня таких сведений нет. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос, кого уволить и кого принять на работу, относится только ко мне. И последний вопрос. Унижала ли Матвичу человеческие достоинства Ташмагамбетову? Умоляла ли ее положительным соматом? У меня таких сведений нет. Вопросов больше нет. Раз, варкович, вопрос. Продолжение следует. Продолжение следует. Скажите, Вам не известно, что в видеопроведении проверки в 2021 году Ташмагамбетова писала за Ленингометовым? Да. Известно, оно выступало, получается, да? Да. Вы выясняли, какая причина это все и с чем на данное заявление поступило? Нет. Не выясняли? На слово, может, со старшими, с сотрудниками у Вас это есть, а как это проводится? Я задаю вопрос главной сестре, потому что перед моей визой она подписывает это заявление. Я часто, практически всегда по каждому увольнению спрашиваю причины. Она сказала, что выяснила смена места работы. Да. А заявление, собственно, будет описано? Да. Пожалуйста, пожалуйста, я задам еще один вопрос. Возможно, уточняющий к вопросу государственного обвинителя, но не уточняющий, а дополнительный. Скажите, а вот известно ли Вам о наличии заявления о снятии дополнительных часов, которые за один, ну, за два раньше было написано Ташмогомбетовым? Вы подписывали заявление о снятии дополнительных часов Ташмогомбетовым? От этого заявления не помню. Не буду придумывать, потому что заявлений подписываю много, а вот таких, наверное, я запомнил бы, потому что снятие дополнительной работы. Ну, совместительство, да, сверхурочные, за пределами рабочего времени. Не помню такого. Если оно и было, то его легко найти. Ну, я у Вас спрашиваю. Я не помню. Нет вопросов больше? Пожалуйста, у нас сделаем. Нет вопросов. Зачем вопрос? Пожалуйста, есть один вопрос. Уточняющий. Матвич Александрович, в связи с тем, что Вы объяснили, что вопрос о приеме и увольнении работников на работу относится именно исключительно к Вашей компьютерной. Правильно. Да, у меня появился вопрос как раз. Скажите, а Мобиль сотрудников увольнялась из этого отделения? Не могу. Текучка-то вообще большая в этом отделении? Текучка в реанимационных отделениях периодически случается больше, чем в других. В этих отделениях. Вообще. В реанимационных отделениях. Получается, по собственному желанию, по инициативе работников увольнялись? Нет вопросов? По сторонам еще вопросов не имеется? Вопросов не имеется. Нет, не имеется. Потерпевшим? Не имею. Не имею. Позвешен. Позвешен. Можете остаться. По каким-то образом. Что Вы выбираете? Буду. Присаживайтесь. Не подскажете, где шуруповерт хороший можно купить? А чем тогда сейчас они первые? Использовались дрелика, шуруповерт. С этой дрели сыпалось вот такими комками. Ржавчина в рану пациентов. У нас рвота начиналась. Не, ну тут я с вами согласен. Не подскажете, где шуруповерт хороший можно купить? До свидания. До свидания. В магазине? В каком? В каком? Да, я с вами. Ну, я брал, я брал… Ну, это все зависит от твоих финансовых возможностей и от твоего желания что-то. Да? Да. Ясно.